Так, друзья, всем привет! Рад видеть вас на канале. Сегодня хочу поднять такую тему утепления деревянного дома. Во-первых, почему я это делаю? У меня прилетает много сообщений, много вопросов. Сергей, здравствуйте! Чем лучше утеплить? Там, каркасный дом, какой лучше выбрать утеплитель, какой дешевле, какой более-менее, скажем, там, средний, подходит, сэкономить. То есть, ну, вопросов много. Ну, и мне самому эта тема интересна, потому что что-то я смогу рассказать от своего личного опыта, что-то мы потестируем, посмотрим, как будет что происходить. Короче, тема эта очень полезна. И главный момент. Я не буду, то есть, я сам, скажем так, невеликий профессионал, но я буду смотреть от себя глазами обычного простого парня. То есть, простого мужика, человека. То есть, как обычно, мы купили участок, хотим какой-то построить домик, и нам надо его утеплить. Соответственно, у нас первая мысль в голове, это надо взять утеплитель подешевле, чтобы он более-менее был адекватный, то есть, держал тепло. Но мы в нем ничего не понимаем. Поэтому мы едем на рынок и покупаем обычно самое что-то там дешевое или чуть подороже. Поэтому сегодня попробуем разобраться. Так, сгонял я на строительный рынок. Взял самые ходовые такие четыре вида утеплителя. Но в основном это то, что у нас продается в нашем городе. Конечно, там, не знаю, где там, на складах в Москве. Москва у нас далеко. А вот мы деревенские люди, у нас есть один строительный рынок, и у нас продается самый ходовой утеплитель. Цены вы можете видеть на своих экранах. Сколько, что, чего примерно стоит, и что это вообще за утеплитель. Как я и говорил, утеплители у нас самые ходовые. Это Rockwell Scandic, тоже часто применяется, часто везде используется. Техно-Нюколь, тоже ходовая. Изабел, честно сказать, в первый раз вижу, поэтому тоже посмотрим. И у нас еще продается Теплокнауф. Тоже никогда не работал, поэтому мне самому любопытно. Сразу скажу, чтобы вы не подумали, утеплитель этот купил мне товарищ, который будет строить себе небольшой летний домик. Но я ему вообще предложил интересную идею. Давай мы запишем видос, попробуем сделать летний домик за один день. Ну, чтобы прям работать и в ночь с фонарями, ну, неинтересно. И его тоже немножко, скажем, подбодрил, потому что у меня есть и пистолет возле забивной. То есть я говорю, давайте помогу, сделаем все быстрее, то есть без лишнего геморроя. Ну, вроде он согласился. Так что ждем этого момента. Я думаю, обязательно будет видео на лайв-канале. Будет интересно. Так, ну и что? Сегодня мы начнем с чего? Первый, я думаю, этап, который нужен, это первое знакомство. Сейчас мы вскроем каждую пачку и посмотрим, что он из себя представляет. Сразу говорю, забегая вперед, в идеале надо одевать скафандр, в идеале надо одевать респиратор. Ну, очки я взял на всякий случай и сейчас одену перчаточки. И вскрываем наши четыре упаковочки. Так, друзья, сразу вставляю важную заметку, потому что все, что я буду говорить, это чисто мое мнение. Потому что у каждого человека есть свое мнение, как говорится, и даже у вас, зрители, тоже, я думаю, будут какие-то разногласия. Поэтому я никого не хочу обидеть, никакого производителя. Сейчас у нас производят и производители, и подпольные какие-то там, скажем, работяги, которые делают, извиняюсь за выражение, из говна. То есть мы будем смотреть вот на реальную ситуацию. Я купил, поехал как обычный парень, купил на рынке и сейчас попробуем познакомиться. Почитал я немножко на пачках по утеплителям. Я так понимаю, Роквелл, Технониколь и Изабелл, это каменная вата, я так понимаю, базальт. А вот это, где-то Кнауф, у нас получается вообще минеральный. Первая, скажем так, идея, что хочется проверить, это кто из них больше пылит. Потому что, когда мы утепляем утеплителем, летит пыль, поэтому надо одевать респиратор. Эти пылинки садятся на кожу, начинаешь чесаться жестко. Я, кстати, пытался даже, когда утеплял крышу, я недели две чесался. Никакой шампунь не помогает, пока я не знаю, она как-то сама там не пройдет. Так же начинаешь жестко чихать, поэтому сейчас мы попробуем попить рукой и посмотреть, от кого будет идти пыль. Ну, это такое, мое первое предложение. О, полетели. Роквелл пылит. Технониколь. Да, фу, хе-хе-хе, еще больше. Изабелл. Даже разваливается. Фу. Жесть. Так, кнауф. Чего-то нет. Кнауф тишина. Будем считать плюс один. Так, друзья, теперь попробуем сделать следующий момент. Обычный человек, ну, даже я, когда мы что-то утепляем, бывают такие ситуации, когда мы просто хватаемся за угол и тащим лист за собой. Сейчас посмотрим, насколько они жесткие. И, кстати, вот, ну, ладно, давайте вот этот тест сделаем, а потом вам расскажу фишечку, которую я тоже знаю из личного опыта. Так что, поехали. Роквелл. Оп. Остался в руке. Техно-Николь. На руке. Изабелл. Так, кнауф. Полет отличный. Так, друзья, смотрите, еще одна фишечка, допустим, вот я лично знаю по роквеллу, как можно определить, качественно ли делали пачку или нет. Но мы сейчас посмотрим, попробуем, по всем пробежимся. Вот, если присмотреться, в каждом листе утеплителя должна идти вот такая армирующая сетка, то есть она придает пружинность каждому листу. Вот на первом листе мы ее видим, есть. Давайте покопаем поглубже. С этой стороны нету. Сейчас поднимаем лист. И с этой стороны тоже нету. То есть, мое мнение, что вот это, а, вот, смотрите, второй лист, ой, да, на втором не было, третий есть, четвертый лист есть, пятый, пятый нету, шестой, что-то похожее есть, седьмой есть, восьмой нету. То есть, вы понимаете суть, да, по идее должен быть каждый лист армированный. Вот тут чувствуется, что халтура, потому что какой лист армированный, он более-менее будет пружинный. А вот этот, который идет без армирующей сетки, он вообще как труха. Ну, до стен мы сейчас доберемся. Сейчас на место его положу и посмотрим в Технонюколе, что у нас идет. Технонюколь, ну, я так понимаю, тут вообще армирующей сетки нету, ничего не видно. Да, в Технонюколе вообще нету. Изабел, так, первый лист что-то просматривается. Допустим, есть. Второй лист, пустота, даже ломается. Третий лист, пустота. Четвертый, пустота. Пятый, вот, есть, выделяется небольшая армирующая сетка. Шестой, есть. То есть, понимаете, да, тоже листы идут какие-то армированные, которые придают пружинность. А в середине засовывают труху. Ну, пытаются нас на Е обмануть. Так, кнауф, смотрим. Первый лист, есть. Второй, есть. Даже с двух сторон, что ли? Третий, есть. Четвертый, есть. Пятый, есть. Прикольно, кстати. Шестой, есть. Впервые работаю с этим утеплителем, если что. Седьмой. Восьмой, что, серьезно, что ли? Девятый. Десятый, одиннадцатый. Так, ну-ка, смотрите, в каждом листе есть армирующая сетка. Вот это плюс. Прикольно. То есть, понимаете, да? Вот я даже не ленился. Вот, честно говорю, когда я закупался рокулом в Леруа, когда первый домик свой утеплял, я прям там пачку разорвал. Вот, честно, можете Леруа еще услышать и наказать меня. Но я просто вот говорю реально годную инфу. Потому что я вскрыл чуть-чуть пачку, смотрю, первый лист армированный. Я говорю, ага, ништяк. Поднимаю второй, второй труха. Все. Ну, я понимаю, что его делают где-то, ну, явно не на заводе. Ну, может на заводе, но с низким качеством. Но это мое мнение. То есть, вы уже будете сами ориентироваться. Так, следующая идея какая? Мы сейчас замерим ширину утеплителя. И попробуем вставлять в проемы и в наклодную крышу. И посмотрим, какой будет как держаться. Потому что, ну, тоже интересно, как монтировать. Удобно, неудобно. Ну, Роквелл и Технониколь я знаю, что будет жесть. Потому что я с ним работал. Но это в тот момент я нифига ничего не понимал. Сейчас я уже немножко понимаю. Я лучше переплачу. И зато буду голыми руками утеплять. Ладно, сейчас посмотрим. Так, манал я потом чесаться. Накинул кофту. Жарковато. Но для эксперимента можно. Кстати, у нас дуська есть. Не знаю, видно вам, нет? Вон она сидит. Сейчас мы поближе подведем. Это мой главный инженер. Скажем так, хозяйка. Нашего дачного домика. Так. Все стойки я делал заранее с интересными размерами. Ну, то есть я хотел поднять эту тему. Немножко пожевать. Что касается утепления. Поэтому. Первый проем у нас 60. Второй проем у нас 59. И третий проем 58. То есть на каждый утеплитель бывает нужен свой проем. И по факту у нас идет 1 сантиметр нажатия. Вот. Роквелл у нас идет 60 на 80. Соответственно, его, по идее, в идеале надо ставить в проем 59 сантиметров. Так. Вот. 1,59. Сейчас мы посмотрим, что у нас по стропилам. Тут у нас 58. Тут 60. А тут 59. То есть сейчас будем тестировать роквеллом. Попробуем поставить кусок в середину. И кусок в третье гнездо наверху. Честно сказать, что-то от одного вида. Роквелл меня не впечатляет. Так. Пробуем. Устанавливаем утеплитель в стену. Ну. В принципе, держится. Второй кусок. Пойдет наверх. Потом чистос и будешь. Сыпется, зараза. А, тьфу. Не идет. То есть, один сантиметр на сжатие. Ну, давайте попробуем поставить кусок роквела в 58. Хотя, два сантиметра. Но он, зараза, не ставится. Тьфу, блин. Так. Роквелл у нас осилил только одну стенку вертикальную. Теперь поехал техно-николь. Он идет 60 на метр 20. По идее, нужен тоже, ну, тихо, не ломайся. Нужен проем тоже 59. Ну, в проеме, в принципе, стоит. О, ветер гуляет. Вот видите, чуть наклонил и пошел на излом. Теперь пробуем в крышу. Кусок техно-николи. Ня! И забыл. Тоже, стремная штука. Я рукой схватил и уже сделал дырку. Он идет тоже 60. Вставляем в проем. Ну, сопливо, но держится. Я думаю, наверх даже и не стоит, наверное, его открепить. О! Смотрите, чуть-чуть держится. Это Изабел. Я даже не знаю, кто его производит. Это Изабел. Но, более-менее. Но сопливо тоже. В любом случае, надо какую-то шнувку подвязывать. Но он хотя бы уже вот, попружинней, если видите. Кнауф уже идет шириной 61 сантиметр. Рулетка есть тут рядом? По-моему, 61. Да. 61 на 1200. То есть, нам проем нужен 60. Это у нас здесь крайний и здесь крайний. Но сразу бросается в глаза. Он очень пружинный. Смотрите, я усогнул, а он даже не сломался. И он назад разжался. Прикольно. Так, стену. Даже можно наполовину снять, а он не падает. Прикольно. Потолок. Потолок неземной. Не, я уже знаю, что будет стоять. Он очень пружинный. О, смотрите. Вообще, изи. Классно. То есть, армирующий вот этот... Не знаю, как назвать. Армирующая сетка. Дает о себе знать. То есть, вот он стоит. А то я камеру что-то забыл переставить. Вот смотрите, в стене держится даже наполовину. А вверху вообще стоит мертво. Вот я утыкаю. Он даже не хочет выпадать. То есть, можно еще поправить. Еще одну знаю фишку, но это касается минеральной ваты. А после нее ты не чешешься. То есть, можно смело даже руками утеплять. Но плюс он не пылит. Вот это радует. И куски такие пружинные, интересные. Слушай, давайте его сложим попробуем. В рулон. Что с ним будет? Посмотрите, даже не ломается. Можно рулет сделать. Прикольно. Вух! То есть, вот это уже чувствуется качество. Так, друзья, чтобы не перегружать ролик, давайте сделаем остановку. Это будет первая часть. А вторую часть у меня есть идеи. Попробовать каждый кусок поджечь. Потому что везде пишут, что он не горит. Вот попробуем поджечь газовой горелкой. Также попробуем его утопить в воде. То есть, ну, облить водой. Посмотреть, как будет впитывать влагу, как отталкивать. То есть, вот такие мысли. И предлагайте свои идеи. Что можно еще посмотреть. Ну, есть тепловизор, но я боюсь, погода сейчас нам не даст проверить на теплопотери. Потому что нужен холод. Это, я думаю, может, к зиме оставим тему. Будет третья. А так, пишите в комментариях, пишите свои мысли, друзья. Пишите советы. Потому что я тоже, как бы, поработал. Ну, у меня, как говорится, мнение свое. И взгляды на утеплитель тоже свой. И, возможно, кто-то уже долго работал с такими видами утеплителей. И тоже что-то знает. Обязательно пишите в комментариях. Потому что это, ну, реально годная инфа жизненная. И каждому, я уверен, пригодится. Ну, в данный момент времени. То, что можно достать в моем городе. Я, кажется, знаю, чем я буду утеплять дом. Ну, а вы уже делайте выводы. Так, утеплитель мы ложим на место. И обязательно пишите в комментах. Заснимем вторую часть. Посмотрим, что из этого получится. А так, супер. Дусь, радусь. Ты морковку съела, нет? Дусь. Вот он стоит, маточник. В клетку устанавливается. Ой. То есть, хорошо устанавливается в клетку. И мы ждем уже маленьких. Ну, как ждем. Сейчас три недели она еще посидит. Потом ставлю маточник. И я думаю, в мае уже будет прибавление. Да? Ягода наша белая. Снежинка. Так что, вот так, друзья. Пишите комменты. Пишите вопросы. Пишите советы. У нас тут все по-простому. Мы люди простые. Говорим, как есть. Все по-настоящему. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Да, то есть. Скажи всем пока-пока.